Всем привет. Обещанное видео. По факту сегодня уже вечер. Того же самого дня пришло еще две посылки. Та, которую я действительно ждал и та, которую я по факту уже не ждал практически. Давайте вскроем первую, которую я не ждал. Ага, не с той стороны вскрыл. Так, что у нас тут? Трехваттные светодиодные лампы. Теоретически их должно быть 10 штучек. Вот как все клево сделано по факту. То есть они скорее всего уже упакованы, их просто вот по 10 штук так упаковывают и посылают. То есть 3 ватта, это волна, вольт, амперы и сколько же есть штучек их? Да, плюс когда были упакованы. Вообще клево. Вообще клево. Вот так вот когда вот запакованы фигня вот это конечно все, но вот то что вот их вот хотя бы так запаковали. То есть что у нас тут? У нас здесь раз, два, три, четыре, пять, десять светодиодов. Это не обычные светодиоды, это так называемые фито светодиоды, аналоги фитоламп. Вот так. У меня сейчас нет честно их где проверить. Ну вот теоретически их буду подключать к трехвольтовому блоку питания, а там уже будем смотреть. Ну это, ну да, для чего? Для чего? Это пойдет в аквариум у нас. То есть хотя бы 4-5 штук у нас пойдут в аквариум, которые на работе. Остальное уже там по ситуации. Если у меня вообще все получится без эксцессов, то они пойдут в аквариум, одна половина пойдет в аквариум, вторая клата еще. Если нет, ну значит буду еще заказывать. По факту недорогие. То есть это вторая посылка. Аквариумные аксессуары. Так вот, недвусмысленно нам намекнули, или таможне намекнули, что здесь в принципе брать особо нечего. Поэтому уже я пошутил, кстати. А то сейчас тут начнется вайн на тему не уважаешь или еще что. Так, пусто. Ну дальше вот так запакованно, ну клево. Мне нравится упаковка. Так, тут у нас фильтр. Да, вот так вот. Вот такого типа. Это так называемый подвесной или рюкзачный фильтр. Кто как называет его. Кто как. Да, естественно, ссылки на обоих продавцов будут в описании под видео. Так, мы сейчас проверим комплектность и целостность. Все тут пусто. Так, это у нас, это заборная трубка. То есть вот она такая двухсекционная. Что-то мне казалось, он с самого дна поднимает. Но, видимо, не с самого дна. Так. Ой, так как хорошо. Евровилка. А, нет, не Евровилка, но и ходник хотя бы вложили. Хотя, ну, каче... Ой, ё-моё, слушайте. Так, сейчас, пока сразу же, пока совсем не убил его. Так. А куда я отвертку делал? Ох-ох-ох. А, ну да. Вижу перед глазами отверточка. Мы её не видим. Ну, хотя бы не болтается. Так, всё у нас тут есть. Ну да, в принципе, всё. Так. Как это открывается? Это... А, ну да. Скотч. Мыть придётся. А, нет, с другой стороны, оно всё снаружи. Вот эта часть фильтра уже снаружи, так что мыть-то не особо нужно, но желательно. Так. Это... Нет, стоп, вот так вот. Вот так вот. Сверху. А на всё это дело надевается вот эта вот хренатень. Я вам скажу, держится это, конечно, вот на чест... То есть, вот были бы здесь какие-то... Вот видно, что есть какой-то паз, да, но он... В него просто не попадает. То есть, вот с этой стороны, как минимум, точно. Ну, ладно, он просто вот так вот держится. То есть, на частном слове. Вот. Вот у нас здесь моторчик. Да, всё, естественно, выпало. Моторчик. Ну, давайте попробуем вытащить. Так, секунду. Ага. Не вытягивается. Значит, мы её вытянем по-другому. Вообще, зачем мне нужно понять, вытягивается она спокойно или нет? Потому что... Сейчас даже покажу. Вот сюда вот. Вот сюда. Очень часто, ну, набивается всякой фигни ила там. Ил, всякие водоросли. То есть, вот оно всё оседает здесь вот. Вроде бы всё закрыто, да, от неё. Но оно там всё равно оседает. Поэтому всё равно нужно его чистить. Так, вот так вот. А, то есть, всё, замочек есть какой-то. Замочек есть. Ура. Так. Ага, тут всё залито. То есть, он... В принципе, наверняка, даже если его опустить в воду, будет работать. Тут у нас... Что это такое? Фиг поймёт, что это такое? Так. Две губки. Тут не сквозное отверстие. Нифига вот эта штука здесь? Наверное, типа, предполагается, что здесь должен... А, всё, понял. Для чего? То есть, это вот для регулировки, так скажем, отхождения аквариума от стенки. То есть, всё вполне интересно. Так. Хрупно-дисперсная губка. Мелко-дисперсная губка. Так. Вставляется вот сюда. То есть, что мы видим? Что мы видим-то? То есть, вода через вот этот вот патрубок поступает вот сюда. Подожди, а она что, вообще ничьи что не проходит толком-то? Не знаю, вот так, что ли, поднимать нужно? Что-то не могу понять. Так. Как-то странно мне это кажется, потому что, вот даже если я... Так, вот так развернём. И подниму вот так. Как-то чувствую, я почти накололся с этим фильтром. Думал-то, что будет что-то приличное. А, хотя опять же, да. Да-да-да. То есть, тут вот он будет попадать исключительно... Он переливом ведь попадает. Здесь нет воды вот в таком состоянии. То есть, она вот сначала через эту губку проходит. Потому что вода в аквариуме где-то вот так вот встаёт. Встаёт. То есть, он почти с достаточной глубины всё набирает. То есть, она сюда попадает, сюда. Проходит губку или не проходит. Потому что губка... Вот эту губку пройти это почти нереально будет. Хотя, если она будет слабенько так течь, то вполне может быть и протечёт. Потом он попадает вот в эту вот губку. То есть, здесь происходит теоретически биофильтрация. То есть, вот он работает, да. То есть, скорее всего, я вот тут как-то скотчем что-ли залеплю. Не знаю как. То есть, мы берём, достаем, когда нужно. Хоп-хоп. Она продолжает работать. Помыли. Назад поставили. Ну да, интересно. Вот эта, наверное, будет как-то чем-то другим заменена. Скорее всего. Потому что вот здесь вот я, скорее всего, положу камушки. Какие-нибудь небольшие, керамические. Вот. Потому что вот эта вот эта... Ну, что-то мне она не нравится. Ну ладно, так. Как-то вот так вот, да. Тут точно нужен какой-то скотч, что ли. Или вот так вот, чтобы откидывалось. Ну, глубина. Ну да, неплохая. Кстати, скорее всего, можно докупить вот эту вот, вот такую секцию. Потому что глубина, глубина, глубина. Так. Получается, максимум это 19 сантиметров. Ну, грунт 3, да. То есть, если грунт в районе 3 сантиметров, это в районе 22 высота. Даже если так вот, ну, 21 сантиметр высота подъёма. Вполне так интересно выходит. Давайте-ка проверим, вообще работает фильтр-то. Или нет. А то мне прислали, что называется, тут. Показываю, рассказываю, всё клёво, думаю. А оно не работает? Так. Эй. Ну-ка. Во, видно. Ну, 3 ватта мощность тут. Да, 3 ватта ведь. Где-то написано было. А, 3,5 ватта мощность. 250 литров в час. В принципе, слабенький, но вполне, я думаю, рабочий. Я очень надеюсь, что вот этот не будет протекать. Ну, что вот. Вот этот вот стык, я очень надеюсь, что не будет протекать. Ну, даже если будет протекать, я просто его замажу герметиком и... Всё. Так. Ну что, сейчас принесу какую-нибудь ёмкость с водой и проверим. Так, ну вот. Мы, в принципе, сымитировали, так скажем, аквариум. Вот так вот поставлю, да. Вот этот вот я снял, потому что, ну, не нужно особо. Так, тут как-то... Что-то бы подставить такое потолще. Во. То есть, стоит сейчас ровненько. Закроем. Вот так вот. Вы понимаете, кстати, когда не трогаешь, вот он стоит нормально. Что, не тянет? Не тянет. Видимо, его нужно наполнить. Так. Что ж, давайте наполним. Пошёл, 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 пошёл. Во. Ну, понятное дело, пока здесь будет много, так скажем... ...воздух, а он будет вот слегка так слабенько работать. Давайте, чуть-чуть отрегулируем. Так, вот примерно Вот так вот То есть отсюда тоже, если что, слив в обратную сторону Тут даже чуть-чуть рация есть Вот если он вот так вот падает Вообще клево Шумит не сильно Сказал, практически не шумит То есть вот взял вот так вот, когда нужно Ну, кстати, да, вот тут какой-нибудь ручки не хватает, чтобы все это поднимать То есть вот так поставить-то нормально А вот назад Только если вот за эту вот детальку можно взяться За носик Ну что ж, сейчас будем думать, как установить вот этот вот фильтр Потому что у меня там, откровенно, узкое отверстие Там нужно будет, видимо, его расширять Будем монстрячить вот эту вот штуку То есть у меня, в принципе, есть на что Да, есть Осталось придумать как-то все Сделать так, чтобы еще потом загерметить Скорее всего придумаю что-нибудь Да Вполне реально что-нибудь придумать Ну, вроде не протекает Ну-ка, сделаем-ка эксперимент Ну да, на то, в принципе, и рассчитано То есть первым делом вода грязная пройдет Вот начнет проходить вот в этой зоне То есть в самой верхней И потом начнет потихоньку-потихоньку-потихоньку опускаться Вплоть до того, что будет пытаться пройти через низ как-то Я не знаю, как она будет проходить Вот, в принципе, все Вещь, надеюсь, стоящая Так Что ж, а вам Всем спасибо Ставьте лайки Кому понравилось Ставьте дизлайки И всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!